Приветствую, братья и сестры! На одном из православных сайтов случилось мне прочесть статью, перепечатанную из какого-то издания Центрального Столичного, в которой говорилось о похороне. Статья довольно скорбная, говорилось о том, что человек современный не научается жить, и тем более не научается умереть. И встреча со смертью для нас страшна, неприятна и непонятна. И человек описывает ситуацию с похоронами его родной бабушки. Он ее видел редко, бывал у нее редко, но умерла старушка, он приехал на этот похорон. Не зная, что, чего, куда, зачем, они стали заказывать отпевание, там спрашивали их служницы в храме или в морге, где-то совершалось с хором, без хора, со свечами, с кадилом, без кадила, а как нужно, а что лучше, а сколько стоит. В общем, такая вот бытовая, не совсем приятная процедура. Никто толком креститься не умеет, никто толком не знает, что к чему и зачем. Батюшка, правда, говорит, вел себя прилично, значит, он там бровями показывал, куда ставить свечи, пел на два голоса размашисто, крестился и широко махалкодилом. Но все думали, когда бы это все закончилось. И когда это все закончилось, конечно, у них остался осадок от того, что им кажется, что процедура дорого стоит, а священники законно ропщут на людей, что люди такие турки, что толком не знают, как крест на себя наложить, и отчинаш наизусть не помнят. И вот такая какая-то странная ситуация в странном народе, который считает себя православным. И человек этот заканчивает статью, говоря, что не знаю я толком ничего, бабушка моя в церковь не ходила, покойница, всю свою жизнь это крещеная была. Мы ее внуки и правнуки тоже еще долго не пойдем, наверное. И когда мы умрем, наверное, кто-нибудь другой принесет к нам на могилу гвоздики и будет такое же нелепое отпевание с нелепыми зрителями этого обряда, никому не понятного. Вот такой кошмар такой, братья и сестры, такой натуральный кошмар. Если уж так всматриваются в эти вещи, то нужно назвать их своими именами. А это повторяется каждый день и постоянно. И священники, которые сталкиваются с похоронами очень часто, по долгу службы, читая священные стихиры, тропари, сотворенные великими людьми, достаточно вспомнить, скажем, Иоанна Дамаскина, святой отец, житель Дамаска, Иоанн, приближенный к халифу, богомудрый человек, пострадавший однажды за свою борьбу за православие, ему стекли руку, эта рука приросла молитвами Богородицы, такой творец. Он написал половину погребения современного. То есть там многое, что мы поем над покойником, там умиленнейшие стихиры, это великая поэзия, это вещи, которые не встретишь нигде, кроме только таких вот отборных таких поэтов. И многое другое, там это целое богословие. Чином похорона жить можно вообще. То есть там столько мыслей, что их вместивши в себя, можно жить ими, буквально в смысле слова, жить внутренней жизнью. И вот все это как бы так столкновение французского с Нижегородским, такое великого с ничтожным. Такая ничтожная жизнь с великим похороном, и непонимание окружающих, и сам батюшка не совсем всегда, понимающий, что там, собственно, он и поет над этим телом бездыханным, рождает какую-то такую большую грусть. Грусть, которой и выхода вроде бы нет, но в принципе выход есть. Вот уже долгие годы современное православное духовенство часто, густо, не везде, но очень часто работает и трудится в режиме похоронной команды. То есть в основном мы хороним, служим панихиды. Самые известные службы для нашей паства – это родительские поминальные субботы. Мы служим девятые дни, сороковые дни, годовщины, совершаем различные памяти. Вот такие, значит, ходим по кладбищам в Троицын день, там в Дмитриевскую субботу, еще там после Пасхи на Горобки, как говорят там, на Радоницу и так далее. То есть не дать, не взять похоронную команду. Все остальное, когда уходит в тень, прячется, блекнет, а вот это остается сиять. И здесь есть хорошие моменты, потому что мы здесь побеждаемся смертью в том смысле, что смерть, как очевидный факт, сокрушает наши всежизненные представления, заставляет нас думать о вечности. Она формирует нашу культуру. Многие культурологи и великие умы, пытавшиеся осмыслить человеческую жизнь, приходили к мысли, что вся наша культура является плодом столкновения со смертью. Культура человеческая – это попытка преодолеть смерть, осмыслить смерть, если угодно, победить смерть или сделать вид, что она побеждена. Все это оттуда. И на стыке человека и смысла жизни стоит священник, совершающий панихиду. Вот об этой точке стоит задуматься внимательнее, поплотнее. Человек, совершающий заупокойное богослужение в храме или на кладбище, на могиле родного для кого-то человека или же у себя на приходе, стоит именно на стыке столкновения скорбящей души с болью жизни. Как говорил Василий Васильевич Розанов в «Царство небесное», боль жизни всегда сильнее интереса к жизни, и потому религия всегда философию победит. То есть размышлять о жизни приятно, но боль жизни всегда сильнее. А боль жизни уталяется не размышлением, а молитвой. И вот священник стоит на стыке, на встрече как раз скорбящей души и смысла жизни, или на стыке души, которая исполняет обряды и повеления из почтения к почившим предкам, как бы и благовестием о воскрешенном Христе. Гроб, разрытая могила, морг, храм в день поминальной и богослужений – это те места, где нужно благовествовать Христа воскрешего. Но где еще можно говорить о воскрешенном Иисусе и когда еще, как не возле гроба почившего человека? Вот здесь так раз и говорить о том, что Христос Лазаря воздвиг, четверодневного, смердящего уже, воистину показал свою власть над мертвыми, над смертью, которая не удержала душу Лазаря, отдала мертвого, и по голосу Иисуса Лазарь гряди вон вышел умерший. Где еще говорить о том, что это был некий такой прообраз будущего всемирного воскресения мертвых? Пророки сказали именем Божиим, «Я выведу вас из гробов ваших». Вот Господь показал, что Он хозяин гробов, хозяин не только болезней и жизни, и воды, и хлеба, и воздуха, и демонов, и всего остального, но Он хозяин даже и смерти, она Его слушается. И Он сказал в Евангелии, Господь сказал, что наступит день, когда мертвые услышат голос Сына Божия и, услышавши, оживут. Но когда еще об этом говорить, как не на погребении или не на панихиде? Необходимо говорить о том, что место погребения является местом будущего воскресения. Там, где похоронили человека, там поднимет его Господь рукой у Своей день страшного суда. Необходимо говорить о том, что человек двояк, что он из праха и из струи дыхания Божия одновременно. То есть эти два – это и есть человек. Что тело человеческое без души не есть человек, это лишь тело человека. И душа человеческая без тела не есть человек, это лишь душа человеческая. Человек – это душа и тело вместе. И смерть рассекает человека надвое. И душа живет без тела, а тело без души не живет. Но Господь пообещал нам восстановить человека, воскресить его, сделать его целым и новым опять. Он поднимется к зерну из земли. Как из зерна вырастает колос, так из мертвого тела поднимется новая плоть на месте погребения. Когда еще об этом говорить, как не на погребении или на панихиде, или не в 9-й, 40-й годовщину в день. «И сердце глупого в доме смеха, а сердце мудрого в доме плача по покойнику, говорит премудрый Соломон, ибо таков конец всех живущих, и мудрый приложит это к сердцу своему». Так что, братья и сестры, скорбно можно глядеть на сегодняшнее религиозное состояние нашего общества, но еще большую скорбь рождает та мысль, что мы не используем на 100% те возможности, которые открываются нам сегодня, благодаря тому, что церкви открыты, и службы совершаются, и люди уж как бы ни было, но приходят и креститься, и венчаться, и отпеваться. Есть, правда, такая обидная английская пословица, что человек приходит в церковь, такой средний христианин, всегда не своими ногами. Креститься на руках, венчаться на машине, а отпеваться на катафалке. Так вот, нужно и ловить этого человека на руках поздно, вернее, рано еще, значит, на катафалке поздно, вот где-то в серединке между крещением и катафалком. Нужно ловить его, чтобы говорить с ним, и мы обязаны об этом говорить. То есть пес не лающий, не бесполезный в хозяйстве, это священник молчащий. Не знаешь сам, читай книжки. Не можешь читать книжки, значит, давай читать книжки другим. Так или иначе, молчащее пастерство, что это пастерство? Невозможно научить человека поклоняться Богу Слову, будучи бессловесным, то есть безмолвным. А народ наш, как раз, именно того и требует, как раз, голод души и смерть души без Слова Божия. То есть глад слышания слов Господних, это глад, которым тают многие люди, многие поколения, и самое время сегодня, во времена тотальной информированности, когда всем всё может быть известно. Все источники информации открыты. Только желание только нужно. Залезь в интернет, иди в библиотеку, выпиши журнал, всё можно достать, всё можно узнать. Вот незнание и нежелание знать в сегодняшнее время, это какое-то проклятие. Так что, братья и сестры, у нас есть с вами возможность говорить о важном, разумном, вечном, святом, бесконечном, даже исходя из того, что мы на сегодняшний день и глупы, и суетливы, и ничего не знаем, и дезориентированы, всё равно есть масса залогов для того, чтобы повернуть нашу жизнь в сторону лучшего. Ангелы-хранители, доброй ночи. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин